друзья всем привет вчера вечером я оказался в новом турецком городе раньше город просто назывался урфа и после 1983 года они добавили приставку шанлы что означает славный город достаточно большой более двух миллионов людей здесь живет говорят что это самый религиозный город в турции потому что по некоторым сведениям здесь родился авраам прародитель всех евреев очень много здесь сирийцев в этом городе посмотрите кошки много кошек очень много кошек но они почему-то пугливые да ладно ладно все не расстраивайся не трону эти кошка охотилась на голубей здесь много голубей много кошек вот такая здесь в центре есть башня и рядом с этой башней мечеть везде туалеты туалеты либо бесплатные либо за какие-то копеечки можно туда зайти пройти очень много кошек здесь возле этой мечети потом я так понимаю вот это древние кладбища тоже также здесь же очень древние очень много здесь в этом городе людей которые плохо живут либо бедных либо каких-то бездомных я вот вчера вечером немного гулял и очень много таких людей здесь встретил первое что бросается в глаза это очень-очень узкие улицы вот это достаточно еще широкая улица но таких улиц здесь не так много в центре и что еще я хотел отметить вот такие вот отели здесь у них это вот бутик отель и он сделан из какого-то очень древнего здания вот здесь вот колодца у них показаны как они раньше воду добывали фонтанчики здесь у них есть и то есть здесь можно заночевать салам алейкум кеной тэк фью петчер хер но петчер фото good thank you спросил я у него можно ли здесь чуть пофотографировать он сказал да конечно и вот они это все здесь собирают приносят и очень много таких отелей здесь много таких здесь мест принципе вы можете прийти и переночевать остановиться в таком отеле провести ночь ранее город был очень плотно связан с христианством но на данный момент он полностью исламизирован самое первое что бросается в глаза друзья мои это отсутствие парковки ее просто здесь нет вот чтобы вы понимали отель может располагаться вот где-то вот вполне приличный отель причем 3-4 звезды вот где-то вот ну вот вот как вот допустим вот эта дверь и с парковка здесь вообще ну никак вот просто можно кружить и кружить здесь по району прям я не знаю долго и парковки просто не будет поэтому я просто взял нашел первую публичную парковку подземную и оставил там просто свою машину бросил и пошел искать отель я думаю в этих местах самое главное не говорит что вы с франции еще откуда-нибудь кто на них нападал короче я сказал что я с россии они сказали вау и короче я здесь прогулялся по крыше у них вот так выглядит уборная здесь прямо на крыше это вот терраса эксплуатируемая кровля и пожалуйста туалет каждый день я вот в турции вот так вот еду катаюсь и что-то здесь интересно встречаю вот это о да 7 107 я так понимаю это чья-то комната кто-то живет там да видите а до 106 вот пожалуйста я думаю я щас даже зайду могу то здесь чисто убрано и в принципе можно снять на видео здесь кондиционер вот так отдельно сделан санузел удивительно очень удивительно каждый день меня турция чем-то удивляет вот не прям каждый день вот удаст о 4 это тоже чья-то комната вот видите здесь палки раньше они не могли заливать бетон или какой-то использовать сталь в таких местах и поэтому на перекрытие просто бросали в бревна а уже на них сверху камушки у нас здесь потихонечку начинает портится погода северную часть турции там вообще цель засыпает снегом заливает дождями вот пожалуйста очередной отель вот он будет называться вот так бутик отель именно я говорю про те места которые переделаны были из старых зданий в отеле вот это вот чтобы вы понимали один из самых таких неплохих ресторанов здесь ну по виду я вижу и у них вот небольшая парковочка она занята то есть если вы сюда придете скажите хотите в ресторан или хотите остановиться в отеле здесь есть специальный человечек который возьмет у вас ключи и будет парковать вашу машину сам где как и вообще неизвестно то есть вы отдаете ключи человек на машине уезжает как он водит эту машину что то есть вообще непонятно неизвестно а здесь никого нет можно зайти и в принципе без спроса поснимать я так понимаю это ресторан при отеле то есть здесь есть ресторан вот аллахан либо ресторан либо отель аллахан а рядом с ним есть короче ресторан и отель здесь вместе вы можете прийти и вот так как султаны раньше отдыхали кушали можете также здесь покушать очень много людей вечером будет они любят вечером приходить кушать в таких местах отдыхать вот как раз здесь на стене изображены портреты султанов ключевых которые я так понимаю правили в османской империи такая здесь у них атмосфера уютная никто не шумеет не гудит не галдит да и вот там уже все наверх номера пошли и вот таких отелей здесь чтобы вы понимали ну просто очень много невероятное количество посмотрите друзья вот центра города а здесь они используют пешаков нагрузили его мешками короче говоря какими-то он здесь привязан и вот так у них выглядит публичная парковка кстати касательно таксистов друзья должен вам отметить что в турции не работает губер не работает яндекс и вообще все такое не работает это пример того как вот в таких вот странах вроде бы древних люди отстояли здесь это все свои права и право на работу и свои рабочие места так друзья я сейчас подошел к замку замок называется замок урфа и по построили этот замок генералы александра македонского в древности еще очень много охранников прямо на каждом шагу они буквально стоят эти вахтеры здесь это не полицейские вахтеры обычные сторожа и их достаточно много я не знаю может быть я в других местах раньше их не замечал но здесь их прям совсем много такая какая-то обстановочка здесь по периметру здесь у них очень много таких насаждений там разные рестораны водоемы и они всячески привлекают туристов сюда но к сожалению от погода у нас вот такая вот дымка сегодня город славится с тем город славится тем что именно в четвертом веке здесь был изобретен армянский алфавит одна из легенд гласит что в пещере неподалеку где-то здесь рядом родился авраам по легенде желтые таблички в общем написано что замок закрыт для посетителей либо не сезон сейчас либо они опять как всегда делают ремонт там какой-то на северную часть города на северно-западную часть здесь у нас запад там у нас находится в той части анталия алания седе это это вот как раз откуда я приехал здесь находится север и вот такая вот дымка вот здесь можно хорошо заметить как они вот прям плотно плотно это все застроили и там тоже есть холмы на эти холмы можно в принципе попасть на машине проехать этот город где мы сейчас с вами гуляем славился армянскими мастерами камнитосами гончарами и ткачами по одной из версии очень много версии на самом деле как развивался здесь конфликт кто-то говорит что армения объявила войну турции кто-то говорит что был геноцид армян в общем я про это ничего не знаю поэтому утверждать не буду и видите вот опять здесь у них вот эти вот тропиночки выложены такими бревнами деревянными это вот для удобства чтобы люди здесь могли ходить и когда здесь летом жарко чтобы они ноги свои не обжигали ну и не подскальзывались потому что брусчатка может скользить так или иначе вот эти деревяшки их хоть и жалко но они подходят для этой цели лучше всего наверно защитное такое укрепление скорее всего может быть там даже вода была и то есть люди которые хотели забраться в замок это вот вот это вот часть служила серьезным прям серьезным препятствием местные жители вот примерно вот так вот живут но как-то это вот так выглядит плотно маленькие улицы сегодня прям здесь такая серьезная дымка сильная и поэтому не очень хорошо получается вам это все показать но я думаю максимум я здесь на один день завершусь могу увидеть две древние колонны еще которые даже до римской и византийской империи здесь существовали в древнем замке вот видите строители тачками просто берут это и камни и в ров скидывают они там видимо уборку или какое-то новое строительство и на самых любопытных фактов это то что вот этот ров который окружает замок с южной стороны был полностью вытащен вытесан из скалы и из этих материалов они делали потом кирпичики дальше строили замок здесь и флаги красивые масштабные большие можно по всей турции встретить неважно большие маленькие города повсюду я почти обошел замок по периметру юго-восточной стороны в принципе вообще ничего интересного нет кроме друзья вот этого углубления про которое я уже говорил она была она служила укреплением то есть защищала замок этот от нападения я думаю она справлялась с этим прям очень сильно хорошо и она туда дальше уходит вокруг всего замка проходит вот друзья замок и вот эти вот колонны про которые я вам говорил древние только они устояли от того что здесь раньше было самого начала изначально люди пришли помылись, умылись ноги помыли чистые ковры у них все чинно, благородно мужчины отдельно женщины отдельно прямо под замком есть вот такое вот кафе интересное здесь, я так понимаю владелец увлекается всякими разными антиквариатными вещами и он это все собрал и она находится это кафе находится прямо в пещере вот столы, стулья здесь у них печка, все прямо в пещере здесь этих пещер очень много и проходов тоже очень много я так понимаю они сейчас закрыты но вообще вот здесь можно погулять прямо по пещерам вот столы, стулья, пожалуйста радиомагнитофоны фотоаппараты всего он прямо натаскал и прямо это все вот в пещере сделал я думаю, если вы приедете прямо окунетесь в атмосферу древности вот так это место называется оно находится прямо под замком и там еще выше тоже есть какой-то ресторан еще один ресторан нас встречает он тоже так же расположен в пещере прямо под замком я читал в путеводителе очень много здесь прямо пещер на самом-то деле и вот здесь делают люди рестораны вот такие вот здесь телефоны, животные все подряд они собирают тащат сюда раскладывают украшают стены гифт магара здесь активно местное правительство занимается вот озеленением уборкой территории друзья и одна из ключевых достопримечательностей города Шан-ли-Урфа это озеро святых рыб по легенде именно здесь родился Аврам и царь захотел убить его когда он бросил его в костер на месте костра появилось озеро а из пылающих палочек палок появились карпы в общем, друзья я так понимаю что все достопримечательности этого города сосредоточены в одном месте возле крепости возле замка друг напротив друга здесь две такие возвышенности вот где я сейчас гуляю здесь всякие разные отели рестораны и вот прям напротив меня замок мечеть тоже вот эти вот пещеры и озеро святых рыб то есть если вы приедете вы прям можете где-то здесь рядом поселиться и вам даже и машина не понадобится я думаю ничего больше интересного здесь нет я так думаю по крайней мере пожарят вам шашлык здесь мясо и вы сможете это все покушать вот здесь на стульчиках на маленьких таких интересных вот друзья вот так это выглядит все со стороны очень интересно тут же они золото продают и китайские всякие разные ширпотреб контраст очень большой контраст ну интересно я думаю я не буду здесь задерживаться и поеду сейчас дальше потому что такое ощущение что я обошелся также здесь вы можете найти всякие разные специи пряности всякие сушеные листики и так далее и тому подобного базар очень большой кардинально отличается это место от базара в Газантипе здесь они тоже колотят мастерские у них все такое но вот такого я еще в Турции не встречал вот такие маленькие стульчики столы есть нож и есть дощечка то есть я так понимаю можно самостоятельно прям они дают вот лук дают зелень и это можно прям самим здесь все приготовить нарезать себе и вот прям напротив пожалуйста пульты от телевизора напротив этого кафе и тут же лампочки розетки это лишний раз говорит о том как у них все друг на друга здесь напихано наставлено вот здесь и кузнецы перемесленники какие угодно очень интересно а есть вот посолиднее здесь места тоже тут же на базаре но уже отдельные помещения можно здесь покушать сейчас направляюсь на восток в сторону границы с Сирией там прям совсем совсем будет близко а вот здесь можно отметить очень много под замком пещер и они все закрыты решетками там прям лабиринты пишут проходят и в общем эти пещеры закрыты потому что они опасны они между собой сообщаются но где-то они могут обвалиться обрушиться и поэтому вот все они на решетке закрыты я вам так скажу если вы не были в Газантепе вы пойдете на местный рынок и вы удивитесь однозначно вот это да вот это произойдет потому что они чем-то похожи тут тоже мастера есть тут такие у них разные интересные места есть стульчики такие в этих кафешках маленькие и возможно вы удивитесь проходит здесь объездная дорога вот такая вот если я правильно понимаю да как раз я на нее сейчас выехал то есть я проехал мимо Хилтона и как раз попал на эту объездную дорогу мне надо будет 40 минут ехать до вот этого Харана посмотрите прям туман и вот и все только минореты видно и больше ничего вот ну город такой не знаю мне не понравилось что нет парковок но это как бы его особенность этого города и из-за архитектурных особенностей из-за его архитектурных стилей из-за того что он древний старый да наверное во всех городах во многих которые древний старый они будут вот так вот выглядеть на по краям города на окраине есть уже вот такие многоэтажки современные но именно вот в тех местах где я был где я гулял базар вот это все 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 там с парковкой засад но это легко решается 2 доллара и вы на сутки оставляете машину делаете что хотите ну вот к примеру соседний Газантеп он мне показался более таким современным европизированным и люди немного другие там тоже много сирийцев но здесь прям очень очень много сирийцев и тоже девушки полицейские на мотоциклах так любопытно это выглядит у нас вот в Казахстане девушки полицейские на мотоциклах не ездят а здесь прямо она так лихо на него запрыгивает этот мотоцикл вот видите здесь вот такая аварийная ситуация создается из-за этого человека 542 CGE вот он решил просто повернуть внезапно а мне объехать вот там не было возможности потому что я масливной люк был я не мог туда резко уйти поэтому дистанцию друзья надо всегда дистанцию держать впервые заметил как начали мальчишки ко мне типа пойдем там в ресторан мы тебе покажем хороший ресторан или там купи салфетки или там еще что-то еще что-то такое приставание началось здесь вот это мне не понравилось ну а так в принципе городочек нормальный чем дальше я продвигаюсь на восток в сторону границы с Сирией чем тем более здесь утопичная обстановка вот Харан 30 километров Аккале еще есть видите вон там коровы пасутся в камышах прям возле трассы очень много мусора на обочине валяется естественно этот мусор здесь никто не убирает чтобы вы понимали вот этот городочек Шанли Уфа и вот я еду прям уже практически вплотную буду приближаться к границе Сирии там буквально наверное 5-10 километров и уже все КПП будет пограничный я так понимаю этот край славится хлопком то есть производством хлопка и здесь вот повсюду скорее всего вот это вот росточки от хлопка а на дороге прям вот уже плоды или как это назвать хлопковые валяются цветочки или как это назвать я даже не знаю я так понимаю да это цветочек и он потом раскрывается и потом вот это вот такая вата мягенькая получается очень интересно потому что мы контактируем практически каждый день с хлопком так или иначе но я никогда его вблизи не видел и что любопытно друзья местные жители вот я несколько раз встречал ходят с мешками прям с обочины собирают этот хлопок я так понимаю здесь можно какие-то деньги на этом даже заработать называется это место Харанская долина жили очень 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 давно люди и в общем они здесь занимались и астрологией и математикой и медициной в третьем тысячелетии до нашей эры даже есть упоминание об этом месте это место играло большую роль для Сирии и Македонии вот Харан Сити Гейтс то есть я так понимаю остались только ворота восстановили вот здесь то что валяются кирпичи булыжники это все запрещено законом к этому прикасаться и даже передвигать это вот здесь даже колючей проволокой они обмотали вот здесь написано в разные периоды истории земляними в районе Харана владели метанейцы скифи римляне персы парфеняне медяне арабы сельджуки здесь проходили крестоносные войска монголов и великого тимура а в 16 веке Харан вошел в состав османской империи в общем друзья я возвращаюсь в сторону цивилизации место конечно интересное любопытное но наверное я бы сюда лучше не поехал если бы знал что здесь будет так вот так кстати я вам сейчас покажу как строят домики как живут местные жители здесь они делают домики такие из клин или из камней еще из чего-то такого и живут там ни окон ничего нету только одно отверстие сверху в крыше чтобы дым выходил и свет чуть-чуть попадал конуснообразные делают они жилища себе и некоторые люди в них живут а там еще замок есть какой-то какая-то крепость какой-то замок но я думаю я туда не пойду вот кстати друзья видно как они набили полный грузовик большую фуру мешки полные хлопка хлопковых вот этих цветочков и везут видимо куда-то на завод я так понимаю но это очень опасно делать то что я вот сейчас еду за машиной потому что если один мешок вывалится мало не покажется вообще старайтесь всегда объезжать грузовые машины потому что ну если там не хлопок там может что-то там отвалиться у них все запчасти элементы большие у фуры и поэтому они представляют опасность для легковых машин я так понимаю я уже сюда не успел наверное да потому что калитка закрыта возможно завтра будет работать и я приду сюда здесь по этим пещерам похожу пола обследую такой классный вид здесь открывается на замок с крыши отеля в котором я живу и вообще на город вот здесь рядом есть бутик отель про который я говорил в принципе если хотите пожить в древнем старинном номере я думаю это вот как раз вот этот вот отель он предложит посмотрите какие здесь сидушки милые а телефон это вообще жесть весь отель в принципе сделан в таком стиле и весьма любопытно но он современный на самом деле этот отель потому что здесь современная сантехника современная душевая кабинка нормальный отель в центре 20 долларов примерно он стоит 350 турецких лир с видом на пещеры вот там вот пещеры и вот у меня такой вид там центр города там есть разные магазинчики всякие бутики глобализация современные уже всякие разные турецкие магазинчики ну с завтраком я думаю в принципе цена нормальная прям в отеле вообще даже идти никуда не надо хотите покушать в пещере чтобы вы понимали я вот над всем над этим живу то есть это первый этаж по-моему сейчас я пойду в сауну еще ниже в хамам там это еще ниже будет и это вот реально просто пещера выдолбленная как раньше люди жили в пещерах пожалуйста здесь это все можно увидеть очень круто вот так этот отель называется эль руиа руина руиа друзья здесь очень удобная парковка с учетом того что в этом городе вообще очень тяжело с парковками мне прям здесь это место симпатично ходил только что в хамам спа и у них там бассейн прям в пещере находится очень необычно вот он этот отель вот он этот бассейн кстати в пещере про который я вам говорил и вот его цены 512 700 до 800 турецких лир доходят цены я 350 всего лишь заплатил но это я не бронировал я просто подошел на рецепшен и сказал что мне нужен номер и в общем они мне сказали 350 турецких лир пожалуйста еще два года это дел то есть там какое-то предложение типа акции здесь есть хамам сауна но самое главное это его расположение он находится вблизи всех в шаговой доступности всех достопримечательностей поэтому если вы здесь поселитесь ну думаю будет неплохо самое главное смотрите какие цены на этом я буду заканчивать друзья это видео всем спасибо за просмотр как всегда пишите интересные комментарии ставьте лайки подписывайтесь увидимся в следующих видео пока-пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok